В Даугапевской крепости продолжаются строительные работы на территории инженерного арсенала, где уже в следующем году свои двери для посетителей должен открыть Центр техники и индустриального дизайна. С 1 января решением Даугапевской думы свою функцию начало выполнять одноименное учреждение культуры. Уже ведутся активные переговоры с коллекционерами машин и техники, Рижским мотор-музеем и активистами спидвея в Даугапевсе. В экспозиции также будут представлены спидвейные мотоциклы. Завершение строительных работ намечено на август-сентябрь этого года. У нас тесный контакт с Ригес мотор-музеем и, так сказать, они с нами подписали нодумы протокол, с которыми действительно мы с ними контактируем, чтобы их, так сказать, опыт перенять и приобрести его сюда, в наш инженерный арсенал. Конечно, планируется много всяких интересных экспонатов. Я, наверное, забегу немножко вперед, поскольку Даугапевс у нас город, связанный очень тесно со спидвеем, и, да, планируется экспозиция, связанная с спидвейной темой. Это история спидвея, также мотоциклы, какие-то комбинезоны, спидвейная атрибутика, да. Погодные условия пока не позволяют переключиться на работу с фасадом здания, на обновление которого еще в прошлом году было направлено немало сил. При этом внутри арсенала уже проложены многие коммуникации. Ведется отделка стен, устанавливается система отопления. Отдельные помещения уже приведены в почти готовый вид. Хорошая работа проделана из крыши здания. Работы наружные, скажем так, по фасадам, по крыше, по двору выполнены на 70%. То есть, в принципе, по большому счету, когда будет теплое время и теплая погода, то можно будет вернуться к завершению работ по реставрации фасадов, по окрашиванию и завершению, скажем так, работ по крыше. Это достойчивая система. И также было бы устройство внутреннего двора. Поэтому сейчас основной фронт работы связан именно с внутренними помещениями. Проводится укрепление, реставрация внутренних помещений. Можно сказать, что работы выполнены на 50%. Уже проведены все необходимые инженерные коммуникации. В некоторых больших помещениях выполнены уже внутренние отделочные работы. Кроме того, в большинстве помещений установлен фальшпол, под которым скрыты все коммуникации. Это очень хорошая находка, которая позволит в ходе эксплуатации музея по-разному моделировать структуру пола и подсоединять все необходимые коммуникации к новым экспозициям. Наряду со строительными работами продумывается организация выставочного пространства, которая однозначно порадует представителей самых разных поколений. Если какой-либо частный коллекционер или организация желает сотрудничать с Центром техники и индустриального дизайна и предложить свои объекты для экспозиции, то связаться по этому поводу можно уже сейчас. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы.